Приветствую друзей и гостей своего канала. Сегодня я буду лепить пельмени. Тесто на пельмени я приготовила заранее. Из своего опыта я поняла, что у каждой хозяйки есть свой любимый рецепт теста. И какое бы тесто мы не замешивали на пробу, мы все равно возвращаемся к своему любимому замесу теста. Тесто я замесила заранее, оно у меня в холодильнике. Я люблю, чтобы оно несколько часов простояло в холодильнике. Буду готовить начинку. Приготовление 5 штук крупного картофеля я нарезала мелкими кусочками. Сейчас я буду пропускать через мясорубку. Прокрученный картофель я хорошо отожму. Сало у меня приблизительно 350-400 грамм. Пропускаю через мясорубку. У меня здесь нарезано 3,5 небольших луковицы. Буду пропускать через мясорубку. Четыре зубчика чеснока пропущу через мясорубку. Добавлю небольшой кусочек корочки хлеба и пропущу. Это для того, чтобы лучше прочистить мясорубку. Немножко зеленого лука и укропа свежего. Мелко нарезаю. Добавляю зелень в начинку. Добавлю соль по вкусу. Добавлю черный молотый перец. Хорошо перемешаю начинку. Начинка получилась ароматная, сочная. Можно приступать к лепке пельмени. Тесто разделила на три части. Раскатываю укроп. Небольшим стаканчиком делаю укропляшки. Лишню убираем. Кладу начинку. Слепляем. Вот такой соединяем. Кладу начинку. Слепляем. Слепляем. Соединяем. Вот такой пельмешек. Кладу начинку, слепляю, соединяю, листик с пельменями отправляю на заморозку, оставшее тесто раскатаю жгутиком нарезаем обваливаю их муки раскатаю скатала, буду достряпывать пельмешки пельмени отправляю на заморозку тесто эластичное фаршу осталось ложки 3 это не много, ничего страшного в кипящую воду добавляю соль по вкусу обровый листик, белая часть от зеленого лука пельмени 15 шт пельмени пельмени закипели уменьшу тепловой режим плиты пельмени 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 пельмени